Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу с вами поделиться отдельным советом, как можно избавиться от засора легко, быстро, бюджетно и, самое главное, эффективно. Этот способ подойдет для устранения засора в ванной и в раковине. У меня как раз в ванной стала плохо уходить вода, поэтому наглядно покажу вам, как работает способ. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Показываю вам свой засор. Я только что приняла ванну и, смотрите, вода у меня до сих пор уходит. То есть засор такой достаточно серьезный. Вот видите, вода уходит, но уходит очень медленно. Вот, потихоньку-потихоньку она уходит. А должна быть прям воронка, куда затягивает воду. И сейчас покажу, как такой засор можно быстро устранить. В первую очередь необходимо залить чистящее средство в слив абсолютно любое. У меня сейчас санфор. Вместо санфора можно взять дешевую бюджетную белизну. То же самое. Она тоже содержит хлор, точно так же, как санфор. Если у вас нет специального средства для чистки труб, либо у вас нет белизны, то можно взять обычный порошок. Где-то примерно полстакана, можно чуть больше. У меня на канале есть отдельное видео, где я вам показываю, как отлично стиральный порошок пробивает засоры. После своего видео я у других блогеров тоже видела этот рецепт. И многие подписчики спрашивали, в чем же смысл стирального порошка, как же он чистит засор. И блогеры отвечали, что стиральный порошок прочищает весь жир, всю грязь внутри трубок. Но на самом деле стиральный порошок работает абсолютно по-другому. То есть, когда вы порошок этот засыпаете в слив, то он высыхает и образует там пробку. И когда через несколько часов вы включаете и пробиваете засор горячей водой, то вот эта пробка, когда она проходит по трубам, она как раз засор и чистит. Конечно, от того, что порошок взаимодействует с горячей водой, еще происходит чистка труб, там какой-то жир, какая-то грязь, конечно, удаляются, растворяются, но в основном работает вот эта пробка, которая прочищает. Ну, это такое небольшое отступление. Я сегодня в слив добавлю санфор. У меня как раз осталось его где-то примерно стакан. Выливаю весь этот стакан внутрь слива. Оставляю средство поконтактировать где-то примерно на час. Можно больше, можно меньше. Если торопитесь, можно через 30 минут приступить к чистке. Если временем располагаете, можно оставить на несколько часов. Это для того, чтобы устранить неприятный запах канализационный, для того, чтобы трубы немного прочистились. Прошел ровно один час. Теперь я беру душ и делаю следующее. Откручиваю душ от лейки. Это делается очень легко. Значит, откручиваю, убираю вот такую вот резинку. Переключаю на душ. Максимально включаю горячую воду. И теперь вот этот поток горячей воды направляю в каждое отверстие слива. Только, конечно, будьте осторожны с горячей водой, чтобы не обжечься. Вот, смотрите. Все из канализации, весь мусор, все выходит на поверхность. И так нужно проделать минут 5. Смотрите, вода сразу же начинает хорошо уходить. Все, проверяем, как прочистился засор. Все, смотрите, вода не скапливается. Смотрите, как быстро она уходит. Буквально несколько секунд. Вода не стоит. Поэтому способ 100% рабочий. Душ может дотянуться и до ванны, и до раковины, если они у вас в одной комнате. То есть можно прочистить засор и в ванной, и в самой раковине. Поэтому способ 100% рабочий, очень легкий, бюджетный, незатратный. Друзья, берите на заметку, пользуйтесь. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Я буду видеть, что моя работа для вас полезна. На этом сегодня все. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.